Всем привет! Меня зовут Катя, я студентка Липецкого государственного педагогического университета и преподаватель школы Skyeng. Преподавать онлайн было для меня своего рода челленджем, вызовом, потому что у меня был негативный опыт преподавания. Я должна была подготовить девочку к ЕГЭ, и каждый раз мне нужно было искать материал, скидывать ей, работать через демонстрацию экрана. И очень часто это все подвисало, либо ребенок не понимал, что происходит, куда вставлять, зачем и почему. А когда вы сидите вместе на уроках face-to-face, это легче, потому что можешь показать учебники, куда вставлять, объяснить. Оказалось, что это очень сложно преподавать онлайн, но, к счастью, спасибо умам, которые разработали Вимбокс. Это очень классная платформа с уже готовым материалом, с подсказками для учителя, с упражнениями и прочим. И я очень не хотела, чтобы это звучало как реклама в Вимбокс, но это действительно классная платформа, которая мне нравится. И одним из моих любимых инструментов является виртуальная указка в виде стрелки. Ей можно пользоваться, когда ученик потерялся, не знает, где мы отвлекся, или просто показать, где мы находимся. Это очень классный инструмент. Также на платформе есть виртуальные карточки, которые можно переворачивать, работать с ними, произносить слова, повторять за диктором. Дети могут на них рисовать, и это то, что им нравится, и это круто. Я думаю, если бы в мое время была такая подобная платформа, то изучение английского было бы проще и интереснее. Миндивидуальных уроков я также веду групповые. Поначалу это было достаточно сложно, потому что мы испытывали проблемы на платформе, она могла виснуть, были какие-то другие технические проблемы со стороны учеников. Но каждый раз мы обращались в службу поддержки, и менеджеры выходили к нам на урок, помогали, объясняли, что сделать, как подключиться, и устраняли все проблемы. Со стороны учеников также были проблемы. У кого-то проблемы со звуком, у кого-то вообще не было наушников, и мне приходилось уже выходить к их родителям и просить, чтобы, пожалуйста, купите наушники. Так как я слышала себя эхом в колонках ребенка, это очень отвлекало и было неприятно. До этого групповые уроки я вела только офлайн, когда на третьем курсе я поехала на педагогическую практику от языковой школы. В качестве вожатой и затем уже в качестве воспитателя я вела детям английский язык. Но это оказалось гораздо труднее, чем преподавать онлайн на самом деле, потому что дети находились в закрытом пространстве, могли посмотреть, что кто написал, нарисовал, шушукаться и постоянно отвлекались. Здесь же в Skyeng ребята видят себя на мониторе, видят других ребят и понимают, что вести себя нужно соответственно. Кстати, также есть функция, когда ребенок не может сконцентрироваться на тебе или постоянно болтает, отвлекается и прочее. Есть функция отключения звука ученика, можно его замьютить и сконцентрировать все внимание на себе. Надеюсь, мой отзыв вдохновит и других студентов получить опыт преподавания онлайн. А еще советую подписаться вам на канал SkyTeach, здесь много разных интересных материалов для начинающих и опытных преподавателей. И следите за новостями канала. До встречи в команде!